Всем доброго утра! У нас половина пятого утра. Вот, показываю. Наполеон ещё пока работает и не собирается засыпать. Ну, естественно, потом пойду пару часов отдохну. Ну, дорогие друзья, я хочу, прежде чем начать, и объяснить вам, что к чему. Я хочу попросить у вас извинения за шмыгание моего носа. Вот. Мне самой не очень приятно, и меня саму раздражает. Иногда хочется лекции эти удалить из-за этого шмыгания, но становится жалко, потому что там материалы интересны. Это всего лишь невроз. Это не насморк, это не что-либо другое. Это невроз. Невроз проявляется по-разному. У кого-то двигаются мышцы лица, у кого-то нога, у кого-то даже кожа на лице может двигаться. А у кого-то проявляется шмыганием, какими-то звуками. Это, скажем так, непроизвольное сокращение мышц. То, что от тебя не зависит. Понимаете? Можно было бы это перетерпеть, если бы это возможно было делать. Для того, чтобы невроз ушел, помимо того, что пьют лекарства, расслабляющие мышечную эту систему, в основном на лице проявляется. Ну, вот у кого-то глаза часто моргают. Так вот, для того, чтобы вылечить это полностью, чтобы убралось, нужно принимать лекарства. Я, естественно, это делаю. Оно уменьшается. И отдыхать. То есть не напрягаться. Но для моего графика, сами понимаете, это нереально. Дорогие друзья, я не могу себе позволить особый отдых по той причине, что ко мне обращаются тысячи людей. И сами понимаете, что если бы не было результата моего труда, сейчас давным-давно бы уже меня, можно сказать, утерли бы в пух и прах. И из-за того, что у меня такой большой, скажем так, и опыт, и сильный результат, это у нас Пуся печень увидел и дышит. Гляньте на него. Обнюхался. Нельзя, Пусть, ты же сырое мясо не кушаешь всё равно. Да, Пусяк? Нельзя. Всё, лежи ты там, молча. Так вот, чтобы были такие результаты, чтобы возможно было помочь сотням людей, я должна работать беспрерывно. даже если я позволяю себе отдых, это длится несколько часов, да и потом, мне кажется, на несколько дней всего лишь получится куда-нибудь отлучиться ненадолго. у ведьм нет отдыха. они всю свою жизнь работают, если кто-либо знал сельских знахарок, ведьм, они знают, насколько эти люди мучились и выставали, но работали всю жизнь. вот, гляньте на него, Пусяк, нельзя, это моя печень, я буду работать с ней, никаких пяву, нет, Пусёнок, нельзя. ты его не любишь, иди, я тебе покажу, на, на, понюхай и иди отсюда, иди, понюхай, на. вот, видишь, фу, она тебе не нравится даже. так, всё, закончили, давай отсюда, не мешай сидеть. и, естественно, лечить столько людей и, естественно, брать и фильтровать через себя столько болезней, и, сами понимаете, что постоянно обновлять себя, ну, естественно, я себе тоже делаю, что-то начитываю, очищаю, убираю, вот это всё надо убрать, иначе оно заполняется, но в любом случае, поэтому уж не обессудьте такие вот мои, скажем так, личные, да, проблемы со здоровьем, мелкие, большие, не забывайте, что у меня была очень серьёзная операция, и задето очень много лицевых нервов, которые, что-то восстановилось, что-то ещё нет, потому уж перетерпите как-нибудь, и не думайте, что я это не замечаю, мне само это неприятно, но я понимаю, что с этим ничего не поделаешь, либо я буду месяцами не снимать ничего, либо мне придётся эти моменты обострения неврозы снимать и попросить прощения за то, что так неприятно это звучит, это шмыганье, ну, вот есть такая беда, раньше двигалось в основном глаза, и как-то это было незаметно, а сейчас перешло в другое место, ладно, забудем, видите, меньше становится, что-нибудь начитаю, становится меньше, потом опять, ну, сапожник без сапог, как всегда. Дорогие друзья, этот ритуал, он очень хороший, очень эффективный, если вы правильно сделаете. Здесь соединены восточные традиции и западные традиции. На Востоке, может быть, когда-нибудь, скажем, в песнях, да, восточных народов, на восточных языках, вы слышали слово джекиар, что означает, вообще-то, в переводе печень. Вот если так дословно сказать, печень моя, да, человеку, это смешно звучит. Но, однако, не стоит всё дословно переводить и дословно понимать. Если здесь это слово, скажем, такое обращение будет звучать смешно, на Востоке это звучит вполне нормально. Джекиар означает, как душенка моя, любимый человек, да, дорогой мой человек. Считалось, что печень – это пристанище души. Вообще, есть восточное выражение «печень вырву». И вообще, вот это слово «ты у меня на печенках, в печенках сидишь», извиняюсь, это тоже восточное выражение. «Над душой сидишь», то есть «ты мне мешаешь жить». Печень – вместилище, пристанище души. Согласно восточной теории, да, теологии, богословству, в общем, согласно восточной, но не мифологии, философии, восточной магии, печень – это вместилище души. Именно поэтому через печень потом западные колдуны, западные чародеи научились снимать определенные болезни. Это всё пришло после похода крестоносцев, когда они принесли с собой не только богатство Востока, но и традиции, обычаи, карты Таро, рассказы, магические рецепты и так далее. Считается, что вся грязь, гадость в жизни человека, вся зависть, ненависть со всех сторон у человека накапливается в его печени. И со временем начинает давить на душу и приводит к, скажем так, к жизненным неурядицам, к неудобствам, к неудачам и прочее, к болезням, к проблемам. Что время от времени надо очищать печень. То есть печень фильтрует не только грязь организма, печень фильтрует ещё и духовную грязь организма, жизни, судьбы. Почему я сравниваю ведьм с врачами? Потому что врачи лечат тело, а ведьма лечит душу, ментальное тело, судьбу, понимаете? Можно сказать, что ведьмы такие же врачеватели душ, если они, конечно, ведьмы, а не кудалки всяких мастей. Так вот, эти врачеватели душ знают, где собирается вот эта ментальная, астральная грязь. То есть где собирается та грязь, которая мешает человеку жить и получать то, что ему нужно. Если человек стал неудачником, если у человека накопились эти бедствия, сколько бы он ни старался, все его работы будут просто разваливаться. То есть человек открыл магазин, тут же рядом супермаркет построили, всё, к нему же не идут. Человек открыл кафе, тут же, значит, трассу эту закрыли, которая как бы обещала прибыль, потому что там всё время останавливались люди. Эту трассу запретили, закрыли, значит, там будут строить что-то другое, бассейн, например, да, и трассу повели по другой дороге. То есть этот человек и сам приносит несчастье, и сам несчастье. И если у человека вот эти все несчастья, то есть если у него засоряется печень, согласно восточной культуре, то что бы этот человек ни делал, он несчастен, у него всё время будут неудачи. Вот как почистить это всё? И по традиции Востока я сейчас, скажем так, вам покажу ритуал и подарю ритуал, который я составила согласно поверьям и традициям Востока, и в то же самое время согласно некоторым методам западного колдовства, западной магии. Изгнание неудач от себя на печень животного. А в данном случае птицы. Здесь лучше всего подходит птица, но желательно не курица. Вот гусь, индюк, это печень индюка. Я просто как сняла, как бы так и перевернула, он в таком полузамороженном состоянии, но мягок. Что для этого нужно делать? Для этого нужно взять соль, поскольку соль считался и считается священным кристаллом, кристаллом, который вытягивает всё плохое на себя. Не зря же солят, например, мясо для того, чтобы он вытянул всю гадость мяса, а потом эту соль снимают, да, и мясо берут и варят, да и продукты и так далее. Он не только консервирует, он и сохраняет, он и останавливает процессы разложения и так далее. Соль, четыре свечи, естественно, подсвечники. Мы банки и склянки тут не используем, как некоторые. У нас, в отличие от годалок, есть уважение к силам. И, значит, алкогольный напиток, можно водку, можно даже спирт, потому что потом нужно будет это всё некоторое время зажигать. Ну, слегка, не обязательно прям, чтобы сварилось. Сидеть, пусть я молча. Значит, вам нужно эти четыре свечи взять и положить под подушку. Вот ночью, перед тем, как лечь спать, положите под подушку. Желательно под подушку. Но можно и под матрас, если там особо много народу у вас увидят. Вот, ну, под подушку ложите это всё. Соль в какой-нибудь мешочек или можно какой-нибудь в материю, там, во что угодно, чтобы удобно было. И эту соль точно так же ложите вместе со свечами под подушку. Прежде чем сделать такой ритуал, значит, вам нужно на одну ночь оставить под подушку соль и свечи, чтобы они вытянули за ночь всё, что у вас есть, потому что с тела они будут забирать этот весь негатив. А потом сжечь. Эти свечи должны догореть. Берёте соль. Вот так сыпите на печень. Ой, да, уж прям круто посыпала. Ну, пускай, не важно. Главное, чтобы она была просто какая-то часть на печени. Далее. То есть вы, по сути, какую-то часть гадости, которая у вас есть, уже сняли, уже посыпали туда. Зажигайте свечи. Читайте шесть раз. Я прочитаю один раз. И в конце, значит, читайте три раза, пока будет вот сверху это гореть. Вы снова можете подлить, снова зажечь и читать три раза. Остальную часть, вторую часть заговора. Значит, сядьте, спокойно расслабьтесь и начинайте читать. Вас будет немножко крутить, вертеть. Могут руки затрястись, может немножко такое, знаете, помутнение быть. Не переживайте. Сядьте, отдохните, снова читайте. Эти свечи всё равно будут гореть, и они должны вообще догореть. Итак. Ой вы страсти, порчи, испуги, прикусы, мороки, зависть и склоки, лихие духи, неудачные посылы, полезные и зло. Выйдите. Выйдите. Изыйдите. С моей печени на птичью печень идите. Моё тело освободите. Очистите руки, ноги, очи ясные, сердца ретивые, кости белые, кровь красную. Из живота, из жил заклинаю древними силами. Муареновы дочери, покиньте меня. Со всеми порчами, сквернями, хворю и болью выселяю вас со своего тела, вселяю птичью печень. Как ночь от солнца убегает, так порча тело покидает. Жизнь от неудач очищает, что на меня скинуто было, а ли я сама собрала и взяла, а ли зависть людская была, все разом выйдет, из тела изыдет. В печень птичью вселяйся, неудачи от меня убирайся, порча уйди, хворь пропади. Эй, сила Аздамова, что сказано мной, сбудется мгновенно. Вот это читайте шесть раз. Потом. Вот слегка полейте. Да, желательно, конечно, чтобы здесь было металлическое что-то, чтобы не сгорело потом у вас. Ой. Так. Про луну и дни не спрашивайте, я устала отвечать. Если я не говорю про луну и прочее, оно не имеет значения. Когда нужно будет, я вам скажу, у меня, в принципе, они уникальные, универсальные. Их можно провести, то есть провести в любое время. Мало я полила. Сейчас еще полью. Даже если она мне не догорит, это не страшно, я потом доделаю. Главное, чтобы вы взяли такое спиртное, которое будет гореть. В принципе, здесь часть спирта так нормально. Определенное количество. Не разморозило до конца, видимо, поэтому плохо горит. Но не имеет значения, в принципе. Значит так. Поливайте водкой или спиртом. И как только он начинает гореть, нет, он там еще пока холодный. Потом. Когда он начинает гореть, начинайте... Попробуем читать. Вот. Чуть-чуть. Да, пригорит. Все. На сей печень свожу. Порча там жить отныне. Сжигаю печень. В ней порчу моиту, черную беду, корчу, ломоту. Дело древнее. Дело дневное. Дело ночное. Дело порченное. Алиноведенное. Бери на себя. Освободи меня от зла. От невезения. От мучения. Ключ в руке. Замок в сундуке. Заклято. Словом сказано. Делом сбудется. Истинно так. Вот так зажигаете и читаете три раза. Потом оставляете эти свечи догореть полностью. Когда свечи догорели, это все берете, переворачиваете в черную материю желательно. Или в старую свою вещь какую-нибудь. Вот старую майку там, которую вы не будете носить. Это как старую жизнь скинуть себя вместе со всеми этими неудачами. Связываете и относите. Либо закапываете под деревом в лесу. Оставляете водку. Открывать чуть-чуть нужно плеснуть на землю. Оставить шесть монет. И говорите. Все, что с меня скинуто, бесам корм оставляю. А себя от неудач освобождаю. Да будет так. И уходите. Либо то же самое кинуть в озеро. В стоящую воду. Вот как вам удобно, так и можете делать. И то, и то вас освободит. Очень может быть, что у вас, ну вот, по крайней мере, люди, которые делали, кому я давала это, они мне говорили, что у них стало, как бы, скажем, даже болезни начали отступать. Стало легче. Помолодели. Вообще люди молодеют. Вот особенно после чисток, очень сильно молодеют. Когда я берусь, тем более, жаль, что я не могу показать лица, как они до чистки и после чистки. Это два разных человека. Приходят измученные, замученные. И потом смотришь, и скинул человек лет 15. А то и больше. Наверху женщина, внизу девушка. Понимаете? Так вот, дорогие друзья, вот эти два варианта подходят. Для того, чтобы, да, если кинуть в озеро, точно так же водку, значит, плеснуть туда полностью и бутылку туда же кинуть вместе. Таким образом. И через некоторое время вы заметите, что вот эти неудачные моменты из вашей жизни будут исчезать. То есть вам станет легко, вам станет спокойнее, у вас на работе начнутся какие-то сдвиги, в жизни начнутся и прочее, и прочее. Ну, смотря в какой области эти ваши неудачи. В принципе, здесь собраны и неудачи, и хвори, и усталость, и апатии. Все, что мешает человеку двигаться вперед, оно все собрано, скинуто на печень птицы. И вместе с этим всем как бы отдано либо воде, либо земле. И та, и та энергия нейтрализует, то есть уничтожает все это. Пользуйтесь во благо. И под роликом, как всегда, будет, когда Яна освободится. Она занята очень, у нее очень много действительно дел, завал целый, как и у меня. Когда освободится, она внизу напишет ритуал, объяснение, как всегда. Легче будет пользоваться. Иногда, как напишут. А вот где ритуал? Вы знаете, я вам скажу честно, вот эти дни, я даже не знаю, насколько груженная и с этим вождением, и потом дела, и работы, и отвечать, и делать, и прочее. Я уже сколько дней просто обычно как бы где-нибудь в кафе питаюсь. Извините за подробность. Сколько дней у меня в холодильнике шаром покатил, мышь повесилась. Но некогда было идти и что-нибудь купить, понимаете? Сегодня я еле-еле вырвалась на полчаса, пошла что-нибудь, фрукты, овощи, что-нибудь нужно, потому что голова кружится целый день. Работаешь, кроме кофе, ничего не пьешь. Некогда. Просто времени нет. Я только встала, пока чайник поставила, уже, знаете, 100 смс. Пока сюда пришла, уже 200 смс. Пока туда пошла, 300 смс. Вы поймите. Из всех этих смс я, можно сказать, мало кого возьму на работу. В основном я говорю, возьмите этот ритуал сделайте, возьмите тот сделайте. Вы сами можете сделать, пока еще вам рано. Или с этим вопросом ко мне не обращайтесь. Вот, ну, надо же отвечать в основном людям, да, редко, когда я не отвечаю. Когда вижу, что вообще уже надоедают, и это вообще не ко мне, я не отвечаю. Ну, так редкий случай. Так что уж не обессудьте, и подождите, и будьте добры, имейте терпение, и воспитание. А где, от чего, а почему нету? Вам никто не обязан. Это делается по доброй воле и уважаю вас. Но вы тоже должны уважать чужой труд. Правда ведь? Вам и так дарится. А здесь еще и давайте побострее. Всем удачи и всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok